Здарова танкисты, с вами Слим, прошу прощения за голос, немного простыл, но если вы вдруг еще не отошли после новогодних праздников и пропустили события в игре, то с радостью хочу вам сообщить, что 4 января вот консоль стартанул второй раунд британского вторжения в режиме Холодная война. К ветке ранее добавленных британских СТ и ДТ вчера в игре завезли ветку британских ПТ и ветку британских легких танков в Холодной войне. Если ветка британских ПТ-САУ не особо интересна, ведь по сути это 3 топовых танка из Второй мировой и в Холодной войне они находятся в первом периоде, то вот ветка британских легких танков получилась достаточно интересной. Новые британские ЛТ в ветке залетели во все 3 периода, и причем порадовали они не только разнообразием характеристик, но и в плане разного геймплея. Чего там только нету, и фугасный скорострел, и рекордно быстрый барабанщик, а-ля Армадила на минималках, ну и более скромные в плане геймплея, весьма похожие на классические британские топовые ЛТ. Единственное, что не понравилось, это наверное вот эти переходы из ветки легких танков в СТ и ТТ. Действительно жалко, что не сделали как у советских легких танков, веточка пошла по прямой без всяких переходов. Но зато благодаря этому возможно большее количество танкистов вкачают обе ветки. Но что-то я затянул со вступлением, все-таки главным героем этого выпуска будет Викерс ФМС ВФМ-5, ну или же более сокращенно ВФМ-5, как он отображается в ангаре и в послебоевой статистике. Не знаю как вам, но для меня это сокращение читается крайне неудобно. В общем, данный британский легкий танк относится к западному блоку периода разрядки и находится на втором уровне. Внешне и частично по характеристикам он очень похож на М8 АГС, другой топовый легкий танк западного блока, который является американским. И именно с ним я буду частенько сравнивать наш Викерс. Как вы уже наверное заметили, наш Викерс является достаточно быстрым ЛТ. Его вооружение весьма лаконичное, это 105-мм орудие. Классическая циклическая пуха, которая не имеет ни барабанов, ни петуров. Но тем не менее, с ее характеристиками Викерс прекрасно справляется с тем, чтобы не только светить, но еще и набивать дамаг. Но к характеристикам пушки мы еще придем. Давайте бегло пробежимся по основным ТТХ нашего британца и сравним их с американским конкурентом. Максимальная скорость нашего ЛТ 78 км в час. По максималке мы где-то на полтора километра уступаем американскому ЛТ. Но у нас лучший обзор на топовой башне стоковое значение у него 600 метров. Когда у американца обзор всего лишь 580. Более того, американский ЛТ М8 АГС имеет незаметность неподвижной машины 0.37. И в этом компоненте британец выигрывает незаметность неподвижной машины британского ЛТ 0.43. То есть, по сути, Викерс является и лучше замаскированным, и более глазастым. Но немного уступает по максималке. Что касаемо динамических характеристик, то скажу, этой максималке данному танку более чем достаточно. Единственное, что накаляет, это когда вы, например, врезаетесь в дерево, валите его, вы сильно теряете в скорости. Плюс, например, если для совершения выстрела вам пришлось остановиться, разгон до максимальной скорости занимает достаточно долгое время. Ну и в случае, если вы потеряли скорость, быстро заехать на гору на этом танке порой весьма проблематично. В одном из этих боев я очень сильно поплатился. Как раз это произошло в концовке боя на карте Россиняй. Хотя я там сам виноват, надо было гораздо раньше заезжать на гору или просто не останавливаться. Это и к тому, что потеряв скорость на Викерс, вам порою сложно разогнать. А в третьем периоде, в котором он играет достаточно большое количество очень быстрых, не только легких танков, но и тяжей. От которых нам весьма сложно убежать, учитывая их не конкурентоспособную максималку. И учитывая, что наша скорость разгона желала бы лучшего. Хотя удельная мощность нашего движка весьма неплоха. Почти 30 лошадиных сил на тонну. Что касаемо самоустроения танка, то по силуэту он весьма похож на американца. С одной стороны, он весьма компактный, но при этом и высоковат. Но главный недостаток, пожалуй, в его строении, это то, что при повороте башни назад, мы теряем комфортные УВНы. И когда вы убегаете от врага, и он находится сзади вас, вам часто некомфортно отстреливать по нему. Приходится больше доворачивать корпус, чтобы башня доворачивалась ближе к бортам. Орудие получало дополнительные углы, и вы уже могли с ними делать более точные выстрелы. Ну а так, по бортам и вперед, углы у нас весьма комфортные. Угол склонения минус 10, угол возвышения плюс 20. Данное орудие вас порадует отличной стабилизацией, точностью и временем сведения. Сводится пушка за 1,7 секунды, и это стоковое значение. Разброс у нас 0,22. Если сравнивать с американским М8 АДЖС, то американец проигрывает нам в плане точности. Там она 0,25. Ну а время сведения такое же, как и идентичные они по УВНам. Что касаемо разового урона, то для базового и голдового снаряда альфа идентично, составляет 480 единиц. У американского фугаса альфа выше, но учитывая, что у обоих ЛТ боекомплект всего лишь 40 снарядов, и они весьма скорострельные, не факт, что в третьем периоде на легком танке вы будете загружать фугасы, когда в третьем периоде вам в боях приходится противостоять 12-14 тяжам. И учитывая, что ситуация в третьем периоде с большим количеством тяжей, скорее всего, поменяется нескоро, то, что у британского легкого танка более высокое бронепробитие, как базовым и голдовым снарядом, играет весьма решающую роль. Ну, по крайней мере, для меня. Пробой Викерса базовым снарядом 494 мм, голдой 583, когда у американского М8 АДЖС пробой базы 468 мм и голдой 538. Разница в среднем в 30-50 мм, как по мне, весьма существенно. И скажу вам, на британском ЛТ играть против большого количества тяжей мне было гораздо комфортнее. Но при этом пробивать прям все и вся, конечно же, я из-за своих рук не мог. Но есть все-таки один момент, в котором наш американский ЛТ превосходит нового топа. Это, конечно же, перезарядка, скорострельность и урон в минуту. При одинаковой Альфе перезарядка американского топа ЛТ составляет 6,5 секунды, что на 0,3 меньше, чем у британца. Наш Викерс, перезаряжаясь за 6,8 секунды, делает 8,82 выстрела в минуту, что приблизительно на пол выстрела меньше, чем у американца, поэтому по урону в минуту М8 АДЖС нас превосходит. Но, как по мне, это весьма некритичный проигрыш, учитывая наше превосходство и в бронепробитии, и в обзоре, и в маскировке. Да и запас прочности у нашего британца все-таки на 50 хп больше и составляет 3400 хп, что весьма важно, особенно если вы пользуетесь набором инструментов для восстановления хп. В целом, оба танка весьма похожи и по-своему интересны. Но, например, для более неопытного бойца, я думаю, Викерс все-таки будет более предпочтительней. За счет более высокого бронепробития обоими типами снарядов, лучшего обзора и маскировки, а также запаса прочности. Из оборудования на данном легком танке я использовал орудийный досылатель, стабилизатор вертикальной наводки и улучшенную вентиляцию. Из-за механики свежий взгляд не стал улучшать наш топовый обзор и постарался максимально улучшить наш ДПМ. Кстати, недостатком обоих танков является боекомплект 40 снарядов. В затяжных боях, особенно если вы будете лупить налево и направо, рано или поздно у вас случится бой, где вам может не хватить снарядов. Но, думаю, все-таки такое будет весьма редко. Но по этой причине и плюс причина сетапов, заряжать на этом танке дополнительные пару фугасов я не стал. Танкисты, а у меня на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Если вы играете в холодную войну, то напишите лучший легкий танк этого режима. То в комментариях под этим видосом напишите свой любимый танк этого режима. Также спасибо всем, кто не забывает прожимать лайки и подписан на канал. Желаю всем удачи в рандоме. До новых встреч. Пока.